На портал XGED поступил вопрос. Всякий ли талант от Бога? Ну, конечно, талант, если это чисто христианский, милосердие, учительство духовное, старчество какое-то, какой-то совет духовный, когда люди дают каких-то сложных вопросов. Это, конечно, понятно, что все это от Бога, но это касается больше святых. Дар молитвы, когда человек просит помолиться, он помолится, и что-то хорошее там совершается, человек покаялся, заменился к лучшему и так далее. Это, конечно, это естественно Бога, но это удел святых. Ну, не только святых, бывают люди, когда женщина так хорошо делами насердия творила, главное, так еще удалялась, что никто о нее не думал. Она все сделает, все там очень хорошо, заканчивается, а все думают еще на других. Она еще совершенно так по-христиански имела, вот так это все сделать в тайне. И Господь, конечно, ей, наверное, она делала явно, делала тайно, и он явно ей подавал какие-то свои дары, да, любви, там, кротости, воздержания. Что касается святых талантов, то нужно смотреть. Вот есть талант, например, писательства. Бывают очень такие хорошие писатели, талантливые, но, конечно, не всегда эти писатели ставят свой талант на пользу добру. Не то, что арестуя Бога, даже просто после добру, после добру. Потому что они пропагандируют грех. Это касается, вот там уже особенно фильмов, да, песен. Когда просто явный пропаганд греха, пропаганд наркомании. Ну, скажется, ну а что в наркомании хорошего-то? Ясно, что это страшная вещь. То, что достаточно быстро человек убивает. Духовно, даже физически убивает быстро. Иногда за считанные годы молодого человека, здоровый, вот все, человек умер. Разбитый психическими всякими заболеваниями и так далее. И тем не менее находятся люди, которые пропагандируют наркотики. Это безумие какое-то. Находятся люди, которые пропагандируют суицид. Пропагандируют. Ну и так далее. Я уж такие крайние вещи взял. И это в форме достаточно иногда таких завлекательных произведений. Конечно, их талантливым нельзя назвать с точки зрения, ну так, как что-то такое положительное. Словно талантливый, что-то такой положительный оттенок имеет. Даже как язык не поворачивается. Тем не менее, это произведения, которые завлекают. Они хорошо сделаны с профессиональной точки зрения. И они хорошо пропагандируют грех. И фактически самоочтожение человека. Конечно, такой талант поставленный не на прославление Бога, не на стяжание добра. Эти таланты, конечно, они сатанистские и человек ненавидческие. И адские. И, конечно, они не от Бога, естественно. Ну, например, талант падшей женщины, да, которая умеет завлечь мужчину, да, обольстить его. Может, тоже это рассматривать как талант. И бывают такие, знаете, прям кудесницы в этой сфере. Но я считаю, что это талант не от Бога. А теперь, может, неплохо получается. Но это талант не от Бога. И они, конечно, пострадают, прежде всего, сами. А то, что они красоту даны им Богом. Какую-то такую, по-светски говорить, харизму такую, да. Таланты, которые они могли бы направить на добрые дела, они направили на разврат. И они, конечно, вот поскольку сам грех несёт себе наказание, они будут самым грехом наказаны. Ни всякого сомнения. Поэтому тот талант, который служит Богу, служит добру, тот талант от Бога. Всякий талант, который направлен от Бога, не служит добру добродетели. Он, естественно, не от Бога. Бывает так, что в этот момент тот же самый писатель был атеистом, проповедовал всякий маразм, всякое зло. Потом обратился. Его же талант стал служить Богу. Ну и слава Богу, так происходит. И мы тоже должны, возможно, смотреть. Наши таланты, а людей бесталантных не бывает? Наши таланты, они на что поставлены нами же? На службу Богу и на службу сатане? Но надо себе такой вопрос задавать. Человек имеет живое воображение. Может через это, например, говорить такие шутки. Эти шутки к чему направлены? В высмеивание каких-то святых вещей? В высмеивание людей? Или же это воображение направлено на то, чтобы создать какие-то тексты хорошие, которые людей бы звали к добру? Вот это надо с тобой подмечать. Потому что часто у нас даже людей православных, своими талантами Богу не служим. Мы, правда, считаем, что по мелочам это не серьезно. Это немножко так расслабиться. А это все серьезно. Потому что эти вещи, которые не ведут к Богу, а ведут к сатане, они для нас, естественно, могут плохо кончиться. Сначала, может быть, немножко так, знаете, по чуть-чуть. А потом и серьезно. А потом, знаете, думаю, человек, ну, вроде я и споюсь, и причащаюсь, и мкаюсь, и молюсь. Ну, что же такое? Почему же у меня какая-то деградация духовная идет? А может, потому что вот ты все делаешь, а какой-то момент, тот этот свой талант ставишь не для Бога, так сказать, не на службу Богу, и через эту дырочку у себя благодать-то так грубо говоря утекла. И ты поэтому никак с грехом ты не можешь справиться. Вот уберите дырочку, заткни эту течь, и наполнишься благодатью Божией. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok